Три месяца не платите за тепло, заберут через суд. Сейчас население должно городским теплосетям 163 миллиона гривен. Поэтому концерн требует свое, предприятию нужно рассчитываться за газ. Наиболее эффективным методом возврата долгов по-прежнему считают иски в суд и взыскания через исполнительную службу. Жилец по улице Цитрусовой задолжал теплосетям 1700 гривен. С мая на повестке в суд не являлся, теперь пришли исполнители. Описывать имущество. Если не откроют два раза, могут срезать двери. Когда пускают, оценивают все, что найдут в квартире. Говорят, могут оставить холодильник, по спальному месту на человека, комплект одежды и предметы первой необходимости. Все остальное имеют право забрать и реализовать через аукцион в счет погашения долга. Оценку имущества можно оспорить через суд. Право державного канавца оставить его должнику, либо членам его семьи. Право его изъять и оставить взыскателю на хранение. То есть назначается ответственный хранитель этого имущества, который будет его хранить и нести за него уголовную ответственность в случае его растраты, пошкоджения. За полгода шевченковские теплосети направили в суд 535 исков на 6 миллионов гривен. До суда оплатили 17 человек на 35 тысяч. Уже по решению Фемиды 35 потребителей отдали 61 тысячу. Признают, капля в море. Тем не менее, вопрос не в сумме, в периоде накопления долга. Каждый житель должен оплачивать ежемесячно начисление. Ну, отслеживаем задолженность, изначально пишем претензии. Вот три месяца задолженность, начинаем работу. У должников на Цитрусовой в счет долга забрали телевизор и кофемашину. Передали на ответственное хранение взыскателю. Хозяева обещали заплатить в течение суток. Субтитры создавал DimaTorzok